Так, ну что, крик души, друзья, я вот граждане нашей страны, украинцы, батьки, что вообще происходит, вот кто может сказать, я только что закончил свое участие в батькевских сборах в школе, и с просто невероятной радостью узнал, что мы опять уходим на дистанционное управление, на дистанционное уничтожение детей, умов, просто обличение детей на бомжатство, я не знаю, на нищету, на голод, просто крик души вообще, я не понимаю, в каком случае, в какую сторону биться, получается, все лето, генделя, рестораны, ночные клубы, все работает, ибицы, шмибицы, все работает, нету коронавируса, сейчас только сентябрь, полторы недели, только мы выдохнули родители, что дети пошли трошки с детьми в общество, что-то учить, жить просто, жить по-человечески, и опять нас посылают в тюрьму, заточение, и мне просто страшно, я реально не готов учить с детьми делать уроки, потому что мы не должны этим заниматься, а, во-вторых, с этого толку ноль, я вот спрашиваю родителей, у которых дети там отличники у нас, они спустили все на ноль, никто ничего не знает, преподаватель тоже потерял зрение, да, потерял нервную систему, и самое главное, знаете, что интересно, народ, это то, что вот эта вот новая система, она подробно изумевает, что мы будем все-таки вот дистанционно обучаться, то есть это уже закладывается, дальше, переход на украинскую мову, обовязково повыне все научаться на украинской мове, государство приняло это, да, а мой ребенок до пятого класса учился на русском, то есть вся лексика, все слова, которые связаны с грамматикой, он знал на русском, сейчас понятно, что да, надо заставлять, нужно знать украинский язык, все украинскую мову, я не знаю, я на детенции вырез, хотя, наверное, родной все-таки Суржик, но, друзья, вы понимаете, как, как нам, родителям, смотреть на этот ужас, родители всей Украины, давайте как-то просыпаться, давайте что-то делать, я не знаю, до чего мы доживемся, мне, ну, как мужчине, страшно, смотрите, ребенок ходит в школу, у меня какая-то первая любовь, какие-то первые драки, выпускные, все эти дела, нету, детей забрали, так они вешатся, будут скоро прыгать из всяких девятых этажей, потому что им жизнь с телефонами, она же надоест, там, наш уничтожит, выгрызет все, что это за онлайн, что это за онлайн жизнь, ну, поигрались мы, смотрите, какая ситуация еще, обязательно должны быть привитые все преподаватели, да, и тогда, как будто бы они откроют, ну, а нельзя, ну, я не знаю, как-то пойти навстречу, я вот интересовался, честно вам скажу, у докторов, которые сейчас с коронавирусом, говорят, тишина, слава богу, вот, ну, получается, что, летом, значит, можно болеть, не болеть коронавирусом, а как сентябрь, так это, ну, в эпицентре все будет работать опять, ну, что это такое, друзья, давайте как-то реагировать, я прошу, распространяйте видео, не для моего какого-то пиара, боже упаси, я просто хочу понять, я один такой лох вообще, вот это разговариваю сам собой, или же, или же мы, ну, какие-то стадо баранов, что происходит вообще, почему наши дети должны, ну, через некоторое время просто сойти с ума, как они будут жить, как они будут зарабатывать деньги, что это, я вот сейчас уже думаю, какую-то частную школу, я уже готов не есть, не одеваться, ничего, что мой ребенок ходил в эту школу, чтобы он сидел за партой, писал ручкой, чтобы он слышал, видел преподавателя, общался со сверстниками, чтобы он с ним там и улыбался, сейчас все говорят, вот, классно, зум, дистанционное образование, вот мы там заканчиваем в Польше там школу, я слышу, думаю, господи, вы о чем, вы что, школа это что, только образование, школа это еще жизнь, это когда дети общаются, дети, когда они получают какой-то контакт, счастье какое-то, что происходит вообще, ребята, я прошу, давайте пишите какие-то комментарии, я не знаю, давайте как-то объединяться, давайте как-то, но реагируем, мы молча просто сдаем жизнь наших детей, вот как, сейчас представляете, вот это стоматологи, врачи, хирурги, архитекторы, вот, закончат по зуму, что они будут строить, что это такое будет, это какая-то катастрофа, вот, а такой крик души, я не знаю, надо что-то делать, надо общаться, нужно это обсуждать, знаете, я вот общаюсь сегодня с родителями, нету, нету четкого, нас вот как-то, знаете, вот в разброс кинули, и мы не знаем, мы не можем скоординировать свои действия, зум 30 минут, да, мы должны как-то детей быстренько настроить, чтобы они хоть что-то получали, да, я общаюсь, а родители все в разброс, да, это ерунда, да, как это сделать, я предлагаю какие-то варианты, понимаю, что толку нету, поэтому я думаю, что какая-то реакция наша должна быть очень жесткая и четкая, мы должны как-то говорить власти, что как так, почему летом можно гульбинить и бабло зарабатывать по увеселительным заведениям, все должно работать, а как только сентябрь, все капец, ну как это такое, что-то, ну как-то надо, ну все теперь, коронавирус уничтожил всю жизнь, да мы от коронавируса больше получим, получается, негатива, чем от самой болячки, болячка есть, конечно, я сколько в этом вопросе разбирался, сколько мы этим боролись и сами болели, все, но что теперь дальше будет, как это будет вообще, я просто не понимаю, Господи, помоги Господь всем нам, давайте что-то делать, друзья, и молиться, и трудиться, что детям нашим будет труба, будут в эльфаторах искать еду, еще драться за эльфатором.